Ребята, всем привет! Сегодня я решила снять видео, в котором буду тестировать приложения, которые нравятся вам. Недавно в инстаграме я опубликовала пост и попросила вас под этим постом написать ваше любимое приложение. И сегодня я буду их проверять, тестировать, смотреть, какие приложения мне понравились, какие нет. Я, кстати, заметила, что очень много приложений с фотошопом, это значит, что очень многие пользуются сейчас фотошопом. Игр практически вообще нет, там несколько игр только было. Практически все приложения связаны с фотошопом. Ну и давайте уже начнем тестировать приложения. Ну а вначале не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. И про лайки не забывайте. Ну и первое приложение. Кстати, у меня вот здесь такая папочка, я специально создала папочку, куда закачала все приложения, которые вы попросили проверить. Ну, давайте так, здесь не все приложения, здесь некоторые приложения, потому что там было очень много приложений. Я выбрала парочку приложений, потому что в любом случае все приложения за одно видео проверить я не смогу и протестировать, сказать свое мнение. Здесь получается 10 приложений, сегодня мы их протестируем. Почему-то папочка называется Игра, хотя я не называла никак папку, но давайте будем тестировать. Первое приложение Dream Piano, ну и это Игра. Я, кстати, эти приложения вообще еще не загружала, так что сейчас будем вместе с вами их загружать. Не заходила в них ни разу. Кстати, такое приложение, ну наподобие такого приложения есть у Миланы на телефоне, и она в это очень любит играть. Я лично в такое давно уже не играла, как-то играла. Было время, я играла в пианино. Ну давайте посмотрим, что это приложение представляет из себя. Ну, в принципе, как я и предполагала, это просто пианино. В принципе, все приложения такого плана похожи друг на друга. Мне дали одну звездочку, я прям вообще гений. Ладно, здесь на самом деле можно играть долго. Я, в принципе, хорошо в эти игры играю, именно в пианино. Здесь разная есть музыка, но какая-то музыка на данный момент для меня недоступна, так как у меня не хватает значочков определенных. Например, вот здесь вот нужно 699 значочков, этих у меня всего 10. Ну, в принципе, я не знаю, что еще про это приложение рассказать. Мне кажется, эти приложения все банальные, похожи друг на друга. Там просто может быть разная мелодия, но суть одна и та же. Так что вот такое вот первое приложение. И это, получается, первая игра попалась. Следующее приложение называется Line Camera. Давайте посмотрим, что это за приложение. Здесь такой классный мишка. Так, разрешаем, разрешаем все. Начать. Ну и давайте смотреть. Здесь есть камера. То есть, например, ты можешь... Разрешаю. Все разрешаю. Например, фотка. Мы что-то можем сделать это фотографией. А, ну мы можем посмотреть размеры, разрешение, дата съемки, дата сохранения. Сохранение, в каком альбоме эта фотография лежит. А, здесь разные, смотрите, эффектики. Смотрите, как... А, о, смотрите, слушайте. А прикольно, звездочки такие. Вот этот Photoshop, посмотрите, какую яркую делают фотографии. Мне, кстати, вот этот нравится очень эффект. Это моментально, наверное, как считается, обработка. Ты сфотографировал фотографию и сразу сделал, подредактировал ее. Яркость меняется, контраст, насыщенность. Так, мне понравился вот этот эффект. Возьму фотографию, где будет видно мое лицо и попробуем отредактировать ее. Как это сделать? Давайте посмотрим. Есть альбом, также папка. Вот, наверное, вот здесь вот и будет эта фотография. Здесь мы можем поменять размер, обрезать фотографию. Можем, кстати, добавить белые края, а это круто. Я люблю, когда на фотографии есть белые края. А еще мы можем поменять. Можем сделать белый край, а можем сделать черный. Ну, мне белый нравится больше. Так, ну, давайте вот сюда вот зайдем. Здесь можно, смотрите, кстати, здесь можно уменьшать какие-то детали, которые вам не нравятся. Размер глаз увеличивать даже. Ничего себе. Объем увеличивать, форму носа менять. В общем, слушайте, классное приложение. Темные круги убирать, пищи убирать. И цвет, опять же, контраст, баланс. Все это можно здесь редактировать. Также надпись здесь есть. Какие-то вот такие вот логотипы. Можно, кстати, вообще убрать этот логотип. И это на самом деле круто, потому что вот в основном во всех приложениях, где ты редактируешь фотографию, этот значочек прикрепляется, и чтобы его убрать, нужно заплатить за это. Но здесь, в этом приложении, эта функция бесплатная, ты можешь спокойно не вставлять этот значок. Хотя, честно говоря, мне очень нравится этот значок. Здесь такой милый зайка есть, и есть мишка. Это приложение я обязательно себе сохраню, и удалять не буду, потому что оно мне реально понравилось. Здесь, в принципе, есть все функции, которые мне нужны. Вот пианино я, скорее всего, удалю, потому что, ну, честно говоря, я, в принципе, не очень люблю играть. Ну, и пианино есть у Миланы. Но это, конечно же, не значит, что это плохое приложение. Следующее приложение называется Sleep Timer. Давайте посмотрим, что это такое. Так, я хочу проснуться. Я хочу проснуться. В основном я встаю в 9. Вот, давайте напишем, что я хочу проснуться в 9. Вам желательно лечь спать в следующее время. В 13 часов 46 минут мне желательно лечь спать. Тогда мой сон составит 9 часов. Или, если я ложусь в час 16, то мой сон будет составлять 7 часов 50 минут. В общем, кстати, прикольная функция. Здесь можно спокойно рассматривать и рассчитывать, сколько ты будешь спать, если ты ляжешь в то или иное время. И по цвету показывают, например, вот цикл 6, да, он зелененький. Значит, в это время лучше всего лечь спать. Ну, логично, да? И чем краснее цикл, тем меньше ты спишь. Но, кстати, я в основном ложусь в час 16, ну, конечно, не в час 16, но ближе к часу ложусь, поэтому у меня цикл пятый. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Узнайте, во сколько вам нужно проснуться, если вы пойдете спать прямо сейчас. Давайте посмотрим. Если, в общем, я пойду сейчас спать, то мне желательно проснуться в 12 ночи. Нормально. И я бы поспала 9 часов. В общем, спать 9 часов, это нормально. Кстати, пишите в комментариях, сколько часов спите вы. Повторить будильник через 10 минут здесь есть функция. Я засыпаю за 14 минут. Почему-то она недоступная. А, ну, понятно. Все, дальше все платное. То есть, здесь, получается, можно просто посмотреть, когда тебе лучше лечь спать. Ну, если честно, я не вижу необходимости для себя в этом приложении. Ничего там такого крутого я не нашла, если честно. Но, опять же, это не значит, что это приложение вам должно не нравиться. Или вам оно не нужно. Может быть, вам оно и нужно. Но для себя я не вижу смысла в этом приложении. Будильник я ставлю через обычное приложение. Но посчитать, сколько я сплю, в принципе, мне кажется, справится любой с этим. Следующее приложение FunnyMate. Давайте посмотрим, что это за приложение. Я, честно говоря, даже не помню, что это за приложение. Я не знаю, почему, но у меня пишут, что превышен лимит времени на запрос. Я его просто, это приложение закачивала вчера. Может, его нужно было сразу открывать и заходить. Не знаю, регистрироваться там. Я поэтому не могу сейчас вам ничего сказать. Я просто не могу зайти в это приложение. Поэтому, мне кажется, это уже большой минус, то, что такая какая-то фигня происходит. Ну, у меня раньше такого никогда на самом деле не было. Спокойно могла заходить и зарегистрироваться через неделю после того, как я закачала это приложение. Но на данный момент в этом приложении я не могу ничего сделать. Поэтому мне уже это приложение не очень нравится. Может быть, оно и крутое. Не знаю. Следующее приложение – Медитопия. Давайте посмотрим, что это за приложение. В этом приложении, как я понимаю, по названию должна быть медитация, наверное. Сейчас я зарегистрируюсь и к вам вернусь. Что-то и в этом приложении у меня не получается зайти. Слишком долго как-то все грузится. Я не знаю, почему. Какую-то ошибку выдают. Давайте еще подождем немножко. Может быть, загрузится. Если честно, я не люблю такие моменты. В таких моментах мне всегда приложение становится уже неинтересным. О! Я вошла? В общем, мне сразу это приложение становится неинтересным. Я его удаляю в таких случаях, потому что это уже сразу о чем-то говорит. Мне такое не нравится. Ладно, пусть оно загружается. Мы пока давайте в другое приложение зайдем. И это приложение называется Кэмли. Может быть, оно меня не расстроит, не горчит и будет хорошо работать. И я смогу вам показать, как оно работает. А не так, как загружается оно. Ну, что-то и это приложение просто загружается. В чем прикол? Почему они не работают, эти приложения? Ребята, почему? Опа! Загрузилось. Разрешаем. Разрешаем. Давайте откроем какую-нибудь фотографию. Давайте возьмем... Давайте возьмем... Давайте возьмем вот эту фотографию. Что с ней делать можно здесь? Давайте смотреть. Это Photoshop. Я думаю, здесь сразу все поняли, что это Photoshop. Здесь можно улучшить. Вот как раз сейчас и сравним Photoshop, который был предыдущий, и вот этот Photoshop. А, мы добавляем контраст. Ну, и делаем все размыто, нечетко. Размытие. Что здесь делает? А, здесь размывают фон. Ну-ка, давайте попробуем. Ой, слушайте, а вот это классная штука. Я давно, на самом деле, такое искала, и нигде не могла найти именно в Photoshop, чтобы размывала фон. У меня есть фотографии, где размыты фоны, и эти фотографии, знаю, вам очень нравятся. Вы спрашиваете, как я это делаю. Эти фотографии я снимаю на папин телефон, и у папы есть такая функция размытия заднего фона. Но я всегда искала эту функцию в приложении, чтобы можно было абсолютно любую фотографию так делать и размывать задний фон. Но нигде не могла эту функцию найти. А в этом приложении она есть. И это, конечно же, круто. 3D, вау, и еще 3D. Слушайте, ну это приложение мне просто вообще очень нравится. Классные эффекты. Смотрите, прям 3D получается. В разные стороны можно, можно чуть-чуть делать 3D эффект, можно прям вообще расстраивать фотографию, раздваивать. Класс. Эта функция мне тоже очень нравится. У многих я делаю эту функцию на фотографиях, и в приложениях, которыми пользовалась я, этой функции нет. Теперь у меня есть такое приложение. Это что такое? Вау. Вау, смотрите, какая красота. Смотрите, как это все красиво и круто. Слушайте, мне прям нравится. Классно. Конечно, не так обрабатываются фотографии, но мне очень нравится. Прямо такие можно делать полоски. Супер. Тоже крутой эффект. Призма. Это что? А, смотрите, можно выделить лицо. Ай, сохранять не надо, ладно. Выделить лицо, и как будто бы дальше идут такие, как лучи. Тоже крутое приложение. Можно выделить какой-то элемент. Можно уменьшить эту призму. Выделить четко один элемент этот. И остальное все получается размытое. Круто. Тоже суперская функция. Сглаживание. Ну, это, наверное, да. Это когда у тебя видны какие-то покраснения, прищиты, выравниваешь тон кожи. Это понятно, мне кажется. Ой. Мне кажется, это есть в каждом приложении. Глаза. Здесь что с глазами делают? Ага. Глаз делать больше. Смотрите, можно сделать вот такие вот маленькие глазки. А можно сделать вот такие глазки. Так, это что делать? Во, еще больше можно сделать. Сейчас прям буду больше. Ух, смотрите, какая я глазастая. И еще вот так. О, вот так. Вот такие вот глаза у меня в итоге получились. Все, я вернула обратно. Мне все-таки больше так нравится. Мне мои глазки нравятся. Так, с носом. Нос тоже можно так приукрасывать. Смотрите, какой у меня большой нос-то. Его также можно вращать в разные стороны. Можно его сужать. Или наоборот так вот увеличивать. Но это приложение мне очень нравится. Также здесь есть, мне кажется, стандартные эффекты. Но они, кстати, тоже очень крутые. Мне вот такие вот эффекты нравятся. С лучами с разными. Вот этот эффект крутой. Мне именно нравится вот этот момент, когда все это вырисовывается. Супер. Слушайте, прям вообще классное приложение. Это приложение я обязательно оставлю у себя. Мне оно очень понравилось. Так, что с этим приложением? Нет, в общем, это приложение тоже не работает. Медитация. Может быть, оно и крутое, опять же повторюсь. Но у меня оно не загружается, не работает. Не знаю, по какой причине. Идем дальше. Следующая это вот такая вот игра. Давайте посмотрим, что это за игра. В такую игру я не играла еще. Так, поехали. Поиграем в игру. А, ну здесь перепрыгиваю. Ой. На самом деле игра сложная, да. Я думала, что это легко. Но я на первом же уровне. Провалилась. Вот такая вот игра. Перепрыгивать вот эти вот острые штучки, которые я не смогла перепрыгнуть. В общем, я думаю, вы поняли, что это за игра. Подождите, как мне выйти. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть разные этапы, разные уровни. За каждый уровень дают звездочки. По три звездочки. Ну, думаю, это все понятно, как бы. Ну, кстати, кстати, интересная игра. Я с удовольствием в нее поиграю. Потому что в такую игру я еще не играла, и я люблю такие игры. Как уже говорила, игра очень редко, но иногда играю. И в телефоне, я считаю, должно быть парочку игр, в которые можно поиграть. Чтобы занять себя, когда у вас свободное время. Хотя это будет очень редко. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь вот... А, ну здесь рисуем. Понятно. Подождите, как? Как мне? Где моя? Где? Вот. Как все убрать? В общем, мы рисуем, рисуем, рисуем. А как-то убрать... А, ну у меня вообще вышло из игры. Подождите, а ластик-то побольше можно сделать? А-а-а, да не выходи из игры. Подождите. А-а-а. Слушайте, для меня это слишком сложно. Ну, в принципе, я, честно говоря, тоже не скажу, что это вау-приложение. Как бы, ну да, можно занять себя порисовать. Но, мне кажется, есть и покруче приложение, где можно рисовать. Не хочу никого обидеть. Но это мое мнение. Идем дальше. Следующая игра. Это... В эту игру играла Милана. Когда я закачала, Милана сказала, о, это я играла в нее. Ванная. С ванной связана картинка. Здесь нужно создавать свой дом мечты. Я, на самом деле, не очень люблю игры, где нужно что-то читать. Мне нравятся игры, которые... Ты зашла, и ты сразу понимаешь, что нужно делать. Не люблю вдаваться в подробности, выигрывайте. Ну, не знаю. Может быть, это и неправильный подход, но я вот такая. Ну, здесь понятно. Здесь нужно три в ряд выставить фигурки. Я думаю, здесь все всем понятно. По четыре, по три. Кстати, такие... Такого плана игры я люблю. Мне они нравятся. Кто любит такие игры, тоже пишите в комментариях. Идем дальше. В общем, как я понимаю, здесь нужно выполнять задания. Пусть будет красненький такой коврик. О, красная дорожка постелилась. Я не знаю, слушайте, ребят, может быть, эта игра интересная, но не для меня. Я такие игры не люблю. Я не люблю тут вот читать долго, какие-то задания выполнять. Я люблю, знаете, есть такая игра, не помню, как называется. Ты находишься в какой-то комнате, и тебе нужно найти определенные предметы, которые спрятаны в этой комнате. Вот такие игры я люблю. Там особо читать ничего не надо, и как бы спокойно можно выполнять. Здесь как бы нужно все выполнять, вот это вот вычитывать, зачитывать. Ну, не знаю. Не для меня это просто игра. Здесь на самом деле это... Ого, большой дом такой. И этот дом, походу, в конце игры выстроится и станет вообще крутой, красивой. Мы сделаем здесь ремонт, но это очень долго. Поэтому я такие игры не люблю. Переходим к следующей, и это последняя игра. Кстати, эту игру сейчас во многих приложениях рекламируют. Вот, достаточно популярная игра. Я как раз хотела попробовать в нее поиграть. Давайте попробуем. Первый уровень, как... Ой, разрешаем. Первый уровень, как всегда, самый легкий. Вот такие вот игры я люблю, где все спокойно, понятно, что нужно делать. Пишите, кстати, в комментариях, какие игры любите вы. Любите, где можно почитать, повыполнять разные задания, или вот такие вот, чтобы особо не напрягаться и просто спокойно занять себя каким-то таким вот легким занятием. В общем, игра интересная на самом деле. Ну, я такие игры люблю. Может быть, кто-то скажет, что это неинтересная, и предыдущая игра была намного интереснее. Но для меня вот такие вот игры. Ну и все. На этом приложения, которые я закачивала, по вашим рекомендациям закончились. Если вы хотите, чтобы я еще сняла такого плана видео и показала, и разобрала, протестировала приложения еще, которые вам нравятся. Потому что я говорю, тестировала не все приложения, которые вы писали, потому что у меня бы просто не хватило времени, чтобы протестировать все приложения. Их было очень много. И какие-то приложения мне понравились, какие-то нет. Я думаю, это было предсказуемо. Я понимала, что все приложения... Ой, куда-то мой голос пропал. Думаю, было понятно, что все приложения понравиться мне не могли. Поэтому не хотела никого обидеть. Если обидела, то не обижайтесь. Ну, а на этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, вам оно понравилось. И всем пока-пока!